Ну, как всегда, с Новым Годом начинаем новую светлую жизнь. Первое, что меня удивило, это то, что сейчас в расписании стоит курс астрономии. Астрономию, когда-то её рассказывали, нам рассказывали. И ужасный был курс, у нас вела учительница географии. Что-то жуткое было. Короче, я астрономию не знаю. Поскольку нам в школе её рассказывали не как. Ну, конечно, я слышу что-то про астрономию. Но когда я... У меня сразу возникает куча вопросов. Куча вопросов. Когда я начинаю задавать эти вопросы, обычно говорят, ну, так почитайте какую-нибудь книжку. А в книжке на вопросы нет ответа. Ну, мой любимый вопрос по астрономии. Откуда вы знаете, что есть звёзды? А может быть, там где-нибудь на расстоянии 10 световых лет есть крустальная сфера и многомерный космический бакалавр-троечник с помощью проектора проецирует туда вид звёзд. и пишет бакалаврскую работу о развитии космологических взглядов у этих недоразвитых, у нас, если. Поскольку всё равно не слетать на 10 световых лет. Понимаете, да? Мы не можем это ни опровергнуть, ни... Потом он добавляет некоторым звёздочкам красный цвет. Все говорят, а, красное смещение, а, большой взрыв, а, расширение Вселенной. Он новую главу, так сказать, пишет. Как идиоты, додумались до расширения Вселенной. Потом, вроде как, если расширяется Вселенная, звёзды должны притягиваться, должно тормозиться расширение. Когда всё написали, он тоже решил подшутить. Чуть-чуть изменил красное смещение, и теперь, вроде получается, что чем дальше, тем они быстрее разлетаются и не тормозятся гравитацией. Ну, потом там он ещё всякие шутки предлагает. Перестаёт всё стыковаться хорошо с законом всемирного тяготения. Тогда выдумывают чёрную материю или тёмную материю. Это он развлекается. Вот, понимаете, в астрономии нечего ответить на это. Потому что, если физика и наука экспериментальны, и мы можем поставить активный эксперимент, то в астрономии, ну, конечно, к лунету можно слетать. И поэтому, что делается в Солнечной системе, это всё правда. А вот дальше можно выдумывать всё, что угодно. Тем не менее, потом предмет астрономии в школе отменили. Нет, ну, скажем, на Матмехе есть астрономическое отделение. Но это не космологическое, а там они углы между звёздами меряют. Ну, такие чисто эмпирические. Ну, вот. Значит, когда отменили школьную астрономию, через некоторое время где-то в Челябинске метеорит упал. После этого астрономию снова ввели. Ну, вот велигию ни шатка, ни валка. Вот в прошлом году один из преподавателей физики взял на себя некоторую активность и стал всё это рассказывать. Но потом всё окончилось не очень хорошо. Кто-то ходил на это и получил четвёрки и тройки, а кто-то не ходил, им пятёрки поставили. Поэтому в этом году вроде как решили астрономию отменить. А если надо, всем поставить пятёрки. Тем более, что министерство снова отменивалось. Насколько я знаю. Ну, может, что-нибудь изменится. Не знаю, но на сегодняшний день ситуация такая. Вот такая у нас с вами ситуация. Мы с вами будем продолжать пока курс в языке. Мы сильно отстаём от того, как обычно нужно было это делать. Значит, у нас два раза в неделю теперь без разделения на подгруппы. Общая схема будет такая. По вторникам я вам задаю домашнее задание на следующий вторник. Следующий вторник, первый час, это вы будете рассказывать теорию. А два следующих часа двигаемся дальше. А в четверг, когда я ваше ДЗ посмотрю, только теперь буду выборочно их смотреть. Рандомно. Нет. У вас там есть борьба за лидерство, кто там самый крутой, у всех-то дезиндентов я буду смотреть. Ну и тех, у кого совсем плохо буду смотреть. А у остальных рандомно, так сказать. Если нет ДЗ, один. А так, у кого посмотрю, у кого нет. И также по четвергам, по четвергам, да, с утра первый час у нас будет разбор всех ДЗ, которые вы сдали. Вот примерно так. Примерно так. Ну, вообще говоря, у нас некоторый рубеж должен был бы быть. То есть вот до того, что было, чем мы закончили, это была классическая физика. И там, в общем, трудно что-то добавить к тому, что есть в классике. Но вот так получается, что 11 класс в некотором смысле уже так или иначе то, что мы будем говорить, мы все равно будем говорить, конечно, о классической физике. Но там за спиной будет стоять современная физика, теория относительности и квантовая механика. Поэтому мы будем с вами учить теперь полуправду. Но иногда я буду говорить, а как оно на самом деле. Не на самом деле, конечно. Как оно на самом деле, никто не знает. Ну, а как нам кажется, сегодня это правильно говорить. Ну, естественно, я буду говорить только полунамеками, потому что ни для теории относительности, ни для квантовой механики у нас нет ни времени, ни математического аппарата, ни знаний о том, а как это объясняла классическая физика. То есть мы, конечно, будем продолжать говорить о классической физике, но с некоторыми заглядками вперед. И надо было бы нам начинать сегодня с вами тему магнетизм, но вот из-за того, что у нас в прошлом году много чего пропало в последние дни, все-таки я хотел бы закончить с законом Ома. Хоть там вам где-то обо всем этом рассказывали, но, тем не менее, вещь эта фундаментальная, и сегодня я хочу с этим закончить. Итак, у нас теперь последняя лекция по закону Ома. Это классическая теория электропроводной. Тинь дельта функции в небо протянута, нерв идеальный, струной натянутый, мысль уколола подобием вектора. Завтра экзамен, деваться нам некуда, завтра экзамен, теперь нам не спрятаться. Числа статы, уравнения матрицы нас отчисляют, но мы возвращаемся и вновь на науке в атаку бросаемся. Давай за вас учись, брат, до конца. Давай за тех, кто верил в результат. Давай за тех, кто это создавал. Давай за всех, на кофе с факт стоял. Закон Ома Ну, прежде чем пытаться обосновать закон Ома, давайте вспомним, о чем говорит экспериментальный закон Ома. Это было в прошлом году, конечно, можно было бы сейчас вас поспрашивать. Ну, уж я напомню вам, что закон Ома для пассивного, или как его не очень правильно в школьной программе называют, однородного участка цепи, это участка цепи, где не действуют сторонние силы, где на заряды действуют только электрические силы. И как мы сейчас с вами увидим, еще эффективные силы трения, потому что, если бы делались только электрические силы, у нас бы заряды двигались равноускоренно, у нас бы скорость все время возрастала, и ток бы рос со временем. Поэтому есть еще какие-то силы, которые тормозят это движение. Так вот, если есть только электрические силы и силы трения, опыт показывает, что сила тока в проводнике пропорциональна разности потенциалов между его концами. Мы привыкли в электростатике, что проводник это эквипотенциальный объем, поскольку поле внутри там отсутствует, но это было так, пока заряды покоились. Когда заряды двигаются, электрическое поле в проводнике может существовать, и тогда может существовать разность потенциалов. Ну и вот опыт показывает, что все вот так. Я бы лучше написал в модуле здесь, потому что о знаках надо еще немножечко поговорить. Все зависит от того, что такое разность потенциалов. Это понятно. Это потенциал в конечной точке минус потенциал в начальной точке. А вот сила тока надо еще договориться, когда мы ее считаем положительной, когда отрицательной. Но если есть такая пропорциональность, которая для большинства проводников примерно выполняется, не очень точно, и не для всех проводников, например, если у нас есть ток в вакууме, там нет пропорциональности. Скажем, в вакуумном диоде ток примерно пропорционален разности потенциалов в степени три вторых. Там зависимость примерно вот такая. Если здесь модуль разности потенциалов, а здесь модуль сил тока, а лучше все-таки разность потенциалов здесь написать, то зависимость вот такая. Ноль, потом она начинает расти как три вторые, а потом выходит на насыщение. Вот она начинает расти в так называемом, ну, лучше давайте вот здесь напишем напряжение, это минус разность потенциалов, и это напряжение называется напряжение запирания. Так вот, там сила тока пропорциональна у минус у запирания в степени три вторых. Никакого закона ума нет. Если у нас ток в газах течет, типа вот в такой трубке, там вообще говоря, сила тока пропорциональна Е в степени разность потенциала, там еще на что-то ума нет. Тоже никакого закона ума нет. А вот для проводников металлов, для расплавов и растворов электролитов, там примерно это выполняется. Ну, вот если выполняется закон Ома, который говорит, что сила тока примерно пропорционально приложенной разности потенциалов для большинства проводящих средств, то тогда отношение одного к другому должно быть константой. И эту константу называют по определению сопротивлением. ну и тогда закон Ома обычно записывается так. Это есть у делить на р, где у это минус разность потенциалов, а р сопротивление. где учитывается экспериментальный закон и наше определение электрического сопротивления. Далее говорится, что экспериментально мы знаем, что сопротивление однородного проводника, когда его химический состав и поперечные размеры не меняются, какой-нибудь вот такой цилиндр длиной L с площади сечения S. Вот если вы сюда прикладываете разность потенциалов, здесь появляется ток, и вот оказывается, что электрическое сопротивление такого цилиндра, как показывает опыт, пропорционально длине цилиндра и обратно пропорционально площади поперечного сечения. Для каждого материала коэффициент пропорциональности разный. И чтобы перейти к равенству, надо ввести некоторый коэффициент, который для каждого материала свой. Этот коэффициент как называется? Удельное сопротивление. Тогда R равняется ρ L на S. Ну, кстати, часто вводят характеристику обратную удельному сопротивлению, его называют удельная проводимость. Сигма по определению единица на ρ. И вот для данного материала ρ или сигма, что с точностью наоборот одно и то же, практически константы. партизанты. Хотя тоже не совсем точно. Ну, и вот наша с вами задача сейчас попытаться все это объяснить. Вот без этого. Мы не будем сейчас заниматься токами в газах, токами в вакууме, а теми средами, где работает закон Ома. Попытаться понять, откуда это берется. То ли это вообще фундаментальный закон, надо сказать, вот природа устроена так, как мы говорим про второй закон Ньютона. Опыт показывает, что ускорение пропорционально силе. Мы же не объясняли, почему. Точно так же закон Кулона. Мы говорили, что электрическая сила пропорциональна произведению величин точечных зарядов обратно пропорционально квадрат расстояния между ними. Мы не объясняли, почему. Мы говорили, опыт показывает. Вот физики любят говорить, опыт показывает, а работники религии говорят, творцу так было угодно. Вообще небольшая разница, согласитесь. Ни те, ни другие не объясняют. Есть только одно отличие. Когда мы физики говорим, что опыт показывает и что-то, мы почти уверены, что потом поставят более точные и хитрые опыты, и окажется, что все не совсем так. А вот сторонники того, что сделал творец, они считают, что то, что написано в Священном Писании, это правда навсегда. Вот физики считают, что мы все равно то, что сейчас говорим, потом это будет казаться наивным. Мы поумнеем, и все будет лучше. А вот там считается, что вот об остальном очень покорно. поэтому наша с вами задача сейчас попытаться это все объяснить. Чем мы с вами и займемся. субтитры